МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Заморозят или нет? Какова судьба нового здания городского отдела внутренних дел? Не захотел платить? Вперед за решетку. Горе-родитель лишился свободы за невыплату алиментов. И скоро в школу. Нефтяники дарят подарки детям из малообеспеченных семей. Очередный долгострой или необоснованные опасения о судьбе строящегося административного здания ОВД в Ноябрьске говорили народные избранники на заседании постоянных депутатских комиссий. Дело в том, что объект входит в окружную адресную инвестиционную программу. А значит и деньги на его строительство выделял округ. Однако в текущем году произошло сокращение бюджета. Без финансирования осталось и строительство нового здания полиции. Первый замглавы администрации города Андрей Косяненко отметил, что оценочная стоимость объекта составляет без малого 400 миллионов рублей. Однако если работу остановить сейчас, потребуется консервация объекта, что приведет к его удорожанию. На сегодняшний день фирма-подрядчик уже выполнила работы и готова до конца года их выполнить на сумму около 60 миллионов. Поэтому если говорить из тех средств, которые на сегодняшний день необходимы, то фактическое выполнение около 30 миллионов. И они готовы при обеспечении финансирования до конца года освоить около 60 миллионов. Депутаты приняли решение обратиться в округ с просьбой о выделении дополнительных ассигнований на строительство. Между тем, работы на стройке продолжаются и сегодня. Подрядчик рассказал новостям нашего города, что деньги, выделенные на строительство в прошлом году, уже освоены. Финансирования в этом году еще не видели. В то время как общая стоимость уже выполненных работ равна практически 60 миллионам рублей. Сейчас на 90% выполнен монтаж здания. Строители приступают к кладке наружных стен. Замораживать строечку мы не планируем. Так как мы взяли под это строительство кредит, стройка продолжается на кредитные деньги. Потому что финансирования, как на данный момент, у нас с округа нет. Мы уже сделали на данный момент выполнение строительно-монтажных работ где-то в пределах 55 миллионов. Выполнение работ произведено уже на эту сумму. И до конца года мы планируем еще на эти же кредитные, на наши деньги, если не будет финансировано, где-то освоение будет до конца года. Где-то в пределах 40 миллионов. Ремонт и реконструкция дорог в Ноябрьске в 2013 году обойдется бюджету более чем 80 миллионов рублей. Такова информация о дирекции муниципального заказа. Часть денег, а именно 21 миллион, поступило из окружного финансирования. Еще 64 миллиона выделено из городского бюджета. Часть запланированных на этот год работ уже закончена. Остальной объем будет завершен до конца сентября. Так в городе сейчас приводят в порядок автобусные остановки и пешеходные переходы. Кроме того, новый тротуар появится на улице Дзержинского в районе магазина метро. Ждет реконструкции и перекресток улицы Республики и Ленина. На нем проведут расширение проезжей части, установят бордюры и современные светодиоидные светофоры. В ходе проведения электронных аукционов по выбору подрядных организаций удалось сэкономить более 12 миллионов рублей. Большая часть этих денег направлена на улучшение асфальтового покрытия центральных магистралей города. Добавлю, в этом году со стороны ДМЗ ужесточился контроль за качеством асфальтного покрытия. В этом году на городских дорогах проведут лабораторный анализ, который покажет, насколько соблюдены технологические требования к качеству асфальта со стороны подрядчиков. О том, сколько всего денег в этом году было выделено на ремонт дорог, кто контролирует подрядчиков и почему их работа зачастую оставляет желать лучшего. А также о проблемах дошкольного образования, самых нашумевших конфликтах в городе и о слухах о заморозке объектов капитального строительства в актуальном интервью новостям нашего города рассказала глава администрации Жанна Белотская. Да, вы сказали вопросы каверзные, но это те актуальные вопросы, которые действительно существуют в нашем городе и вопросы, которые требуют решения. А бездействие, оно и вызывает, наверное, порой недоумение людей. Я хочу сказать, что вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждали, это те вопросы, которые мы обсуждаем и в кругу наших специалистов. Поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что мы на правильном пути, потому что ни один из вопросов для меня не был новым. В общем-то, все то, что вы задавали, это все обсуждалось на протяжении определенного периода. И определенная работа, как вы видите из моего интервью, она уже тоже проведена, а будет проведена еще больше. Напомню, актуальное интервью с Жанной Белотской вы увидите в ближайшие выходные. Следите за эфиром. Темы, которые мы обсудили с главой администрации города в нашей студии, действительно актуальны и интересны. Житель Ноябрьска, 49-летний мужчина отправится за решетку за безразличие к своему ребенку. Он отец 12-летнего чада. После развода со своей женой в течение 6 лет, то есть до достижения ребенком 18-летнего возраста, мужчина должен был выплачивать алименты в размере 1,4 от всех своих заработков. Однако, горе-отец не торопился давать деньги своей бывшей жене. Хотя судебные приставы неоднократно предупреждали его об уголовной ответственности. В итоге за мужчиной накопился долг в размере 55 тысяч рублей. Это и явилось основанием для возбуждения уголовного дела. В настоящее время в отделе судебных приставов возбуждено 1100 исполненных производств данной категории. По данным исполнительным документам в отделе судебных приставов было возбуждено 65 уголовных дел за злостное уклонение от уплаты средств на содержание совершеннолетних детей. По части 1 статьи 157 УК РФ. По данной категории наказание идет как исправительная работа, так и лишение свободы. В данное время у нас в ноябрьске уже есть практика, когда гражданам, уклоняющимся от уплаты алиментов, приговор был вынесен по реальному лишению свободы. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленный Министерством труда законопроект, устанавливающий минимальные размеры компенсации стоимости проезда к месту отпуска и провоза багажа работникам организаций в районах Крайнего Севера, сообщается на официальном сайте правительства страны. Законопроект разработан с целью защитить интересы граждан, работающих в негосударственных организациях. Согласно закону, жители Крайнего Севера могут один раз в два года воспользоваться правом на оплату за счет средств работодателя стоимости проезда к месту отпуска и обратно, а также на оплату стоимости провоза багажа. На сегодня работодатели, которые не относятся к бюджетной сфере и ведут бизнес в районах Крайнего Севера или приравненных к ним территориях, могут самостоятельно определять размеры, а также порядок и условия выплаты компенсации. Конституционный суд Российской Федерации счел это положение несправедливым, поэтому в кодексе официально закрепят минимальный размер компенсации, тогда избежать выплаты или предложить работнику другую, меньшую сумму, не получится. Срок действия материнского капитала, который сегодня получают семьи при рождении второго или последующих детей, все-таки должен быть продлен до 2025 года и индексироваться с учетом роста прожиточного минимума. Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Госдумы. Напомню, по действующему законодательству, материнский капитан должны перестать выдавать уже 31 декабря 2016 года. И совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что продлевать его больше нет смысла. Однако сегодня стало известно, что документу надо продлить жизнь еще как минимум на 8 лет до срока окончания действия концепции демографического развития России. По мнению авторов законопроекта, если такую финансовую помощь в скором времени отменить, в России может наблюдаться значительный спад рождаемости. Хороший стимул для того, чтобы учиться на одни пятерки. В городе стартовала благотворительная акция «Газпром нефти, ноябрьск нефтегаза. Подарки к школе». Они тяжелые, тут все есть. Ручки, бега, резинки, карандаши, тетрадки. Чтобы вы хорошо учились хотя бы в первое время, и все у вас было, чтобы вы ничего не искали. Обещаете хорошо учиться? Да! Ну вот, молодцы! Акция «Подарки к школе» уже давно стала традиционной. Она проводится вот уже 12 лет подряд. Накануне в торжественной обстановке подарки ко Дню Знаний получили больше полусотни детей. Всего же в этом году рюкзаки, полные школьных принадлежностей, нефтяники подарят 120 ребятам. Это дети из малообеспеченных семей, а также семей коренных и малочисленных народов Севера. С такими подарками, говорят сами школьники, учеба – одно удовольствие. Учить без троек. Мой любимый предмет – математика, ИЗО. Мне этот подарок очень приятен. Скорее бы в школу. Нефтяник – это призвание. В этом на 100% уверен Владимир Замуреев. Проработав половину жизни на железной дороге, он вдруг кардинально поменял профиль. И вот уже 15 лет добывает черное золото на месторождениях «Газпромнефть» и «Ноябрьснефтегаза». В таких случаях, говорят, профессия позвала. Веришь – безоговорочно. В этом, наверное, и заключается профессиональное счастье найти свое дело жизни. Герой нашего следующего материала его нашел. Непрерывный шум насосных установок – все равно, что музыка для человека, который свое дело знает и, главное, любит. Владимир Замуреев. Полтора десятка лет нефтяного стажа за плечами. Он в хорошем смысле болен профессией. Поначалу работал на пограничном месторождении, а затем, как только основали Спорышевское, перешел сюда. Я такой же работник, как и все наши ребята. Выполнял свои обязанности, что на меня возлагалось исправно. Порицаний по моей работе никогда не было. Все было хорошо. На север, который славится своими морозами и спартанскими условиями труда, Замуреев ехал без всякой опаски. Напротив, в пугающих холодах тогда еще молодому машинисту тепловоза виделась сплошная романтика. Это был далекий 85-й, а в 98-м он принял решение и ушел в нефтянку. Тоже машинистом, только технологических насосов. 28 лет мне было, когда я сюда приехал. И 28 лет я вот здесь уже прожил. Мне 56 лет сейчас. Ну, ничего не сломало, прекрасно. Я не жалею, что приехал на север. Про таких, как Владимир Георгиевич, говорят. Нефтяник по призванию. Звезд с неба не хватал, просто честно трудился на благо предприятия. Конечно, за годы работы он одержал не одну производственную победу. Но говорить о достижениях не любит. Я в конкурсах не участвовал. Я предпочитаю это дело молодых, пускай они этим занимаются. Я как в конкурсе. Я знаю свою работу хорошо. Подсказываю молодым, где что-то там. Причем делать это приходится не так часто, продолжает он. Сейчас все большее значение приобретает техника и полет инженерной мысли. Десятки компьютеров, различных датчиков и приборов на Спорошевском контролируют каждую каплю нефти. Здесь, где она отделяется от попутного газа и воды, это действительно необходимо. Но роль человека на производстве все равно велика. Техника есть техника, а человеческий глаз всегда он нужен, чтобы присмотреть за этой автоматикой. Бывают всякие сбои в работе автоматики, и приходится тогда уже как бы переходить на ручной труд. А в этом отдельно стоящем боксе, напротив, тишина. Его целиком занимает система пожаротушения. Вода и пена в случае ЧП подаются насосами. А значит, и это зона ответственности за Муреева. Эти у нас стоят насосы, а эти только на случай пожара. Ну раз в 10 дней мы их запускаем, и как работоспособность их не проверяем. В жару или в холод, днем или ночью, нефтяник по призванию всегда на рабочем месте. А месторождением он, без сожаления, отдал 15 лет. Именно на таких людях, как Владимир Георгиевич Замуреев, держится производство. На ответственных, радеющих за свое дело. До тех пор, пока именно они будут идти в авангарде, все и дальше будет хорошо. Кирилл Мигель, Григорий Курупцев. Новости нашего города. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса». Торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 29 августа в Салихарде облачное. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура плюс 10 градусов. Муравленко-Пас нужно. Ветер западный до 2 метров в секунду. Температура 11 градусов тепла. В нашем городе преимущественно без осадков. Ветер западный до 2 метров в секунду. Температура плюс 12 градусов.